АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ещё немножко о вере послушаем. Пусть поможет нам Господь, я прошу Тебя, чтобы Ты говорил нам это Слово, чтобы это Слово было прямо от Господа, и чтобы оно было по вере и в вере, и оно производило веру внутри нас. Дело в том, что между верой и неверием маленькое расстояние, но огромная разница. Вот здесь же может быть сомнение, здесь может быть вера. Но если мы примем в сторону веры, то мы получим результат. Может быть в 30, в 60, во 100 крат, но мы получим результат. Скажите Аминь. Правда же? Если мы не имеем веры, мы не получим ничего. Получим разочарование, ничего. И мы сегодня искали в объявлении, где купить дешёвых пчёл. И вот здесь висел рой пчелиный. Да, в неудобном месте. Да, где-то. Поэтому вот Иисус хочет, чтобы мы верили. И поэтому, когда Бог даёт нам благословение, даёт тебе, прими это благословение. Сделай попытку. Бог всё знает. Бог всё может. Господь силен помочь, и Он силен благословить. По крайней мере, ты скажешь, как сказала Катрин Кульман, «Я, когда я встречу Иисуса, я скажу Ему, я пыталась, я старалась, я пыталась, я пыталась». «I tried», она сказала, «я пыталась». Но когда мы не верим, мы не пытаемся, мы не делаем попытки, и это нас ослабляет, это нас решает благословение. Поэтому пусть Господь поможет нам и даст нам веру, и пусть Господь просит нам любое сомнение и любое неверие, и Церковь да скажет Аминь. Здесь говорится о вере во 2-м послании Петра и в 1-м послании Петра. Я прошу вас, пожалуйста, у кого есть Библию, откройте. Буду благодарен за компьютерную верстку. Здесь 2-е Петра, 1-й стих, 1-я глава. «Симон Пётр, раб и апостол Иисуса Христа, принявшим с нами равнодрагоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа». Он пишет «принявшим с нами равнодрагоценную веру». В своем 1-м послании Петр говорит, что он пишет «двенадцатиколеном рассеянным», то есть которые это иудеи рассеяны. А теперь он пишет, хотя он в том послании писал, в принципе, всем слово, он говорит «вы были не народ Божий, теперь народ». «Вы были не помилованы, теперь помилованы». Здесь во 2-м послании он пишет такие слова, говорит, что «принявшим равнодрагоценную веру». Я хочу сказать тебе, что вера, которую ты имеешь и принял, она такая же ценная и такая же драгоценная, как веру, которую принял Евгений, которую принял я и множество других людей. Она такая же ценная, она равноценная. Она имеет равнозначную силу. Независимо это верит человек сраженный к темнице, который хоронил апостолов, охранял. Ему сказали «верь в Господа Иисуса Христа, спасешься ты и весь дом твой». Знаешь, он забил их в колоду ноги. Может быть, он жестоко с ними обращался. Он их вверг во внутреннюю часть темницы. Но когда темница потрясла землетрясением, и когда он увидел и почувствовал на себе силу Божию, когда узы ослабели, когда двери раскрылись, когда Бог явил силу, тогда он упал в трепет и к их ногам сказал «государимый, что мне делать, чтобы спастись?» Они сказали «верою в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». Вера, которая есть, она равнозначна для всех. Написано в Писании, Бог каждому веру уделил. Он уделил тебе, Он уделил мне. И Петр говорит, какая она равнозначна, равноценна. Знаете, если вы возьмете две монеты по 50 центов и возьмете одну монету, одно евро, то это будет равнозначно. То есть одно евро равняется двум монетам по 50 центов. У кого-то вера проявляется в виде разных маленьких дел, как в виде монеток. А у кого-то проявляется в виде одной купюры или одной большой монеты. Но она равнозначна. Дайте Богу славу. Она равнозначна. То, что ты делаешь сегодня, завтра и послезавтра, или ты сделаешь потом что-то великое, это все одно перед Богом. Это живая вера. И поэтому Господь, Он все делает так, чтобы мы были благословены, были счастливы, но Он делает это по вере. И вера испытывает нас, вера нас проверяет. Потому что болезнь дает о себе знать человеку, и он думает, ой, а мне так плохо. А ему нужно верить. Финансовое положение дает знать человеку, ему как-то нехорошо, он чувствует себя insecure, он неуверенным таким, не в безопасности. Поэтому люди хотят, хотят как-то иметь финансовую стабильность, они хотят иметь обильно денег, заработать больше. Но Бог предлагает нам веру. И чтобы мы жили все-таки по вере. И чтобы мы доверяли Богу, и молились, и имели все через веру. Поэтому в каждой стране есть своя жизнь, свои трудности, и свои есть благословения, свои радости. Но люди везде нуждаются в Иисусе. И везде нуждаются в спасении, нуждаются в радости, в победе. Нуждаются независимо от того, что они имеют. Если они имеют благословение, они беспокоятся, как это сохранить и умножить. Если людей не умеют, они хотят, пытаются, как это получить. Люди ехали в Америку на Дикий Запад, хотя там была преступность, там правил криминал. Но люди ехали в поисках лучшей жизни. Обосновавшись на Востоке Америки, они потом двинулись на Дикий Запад, туда, где никакие законы. Там индейцы, там война, дикие законы. Но они надеялись получить свою землю. Они хотели как-то обжиться. Есть много вестернов, много этих фильмов о Диком Западе. Жестокие такие законы, суровые. Слава Богу, что мы не были там с вами в то время. Но люди пытались найти благословение. Они многие бежали из Ирландии, из других стран, из Европы, где было гонение на христиан, на евангельских христиан. И они тоже как-то пытались жить. Поэтому наше счастье во Христе и наше благословение через веру во Христе, где бы мы ни жили. Мы с вами жили в 90-е годы здесь. Трудное время в странах бывшего Советского Союза. Но Господь был с нами и помогал нам. И еще в 90-е годы Бог дал нам это здание. Дадим Ему славу. В 90-е годы дадим Ему славу. Аллилуйя! Хорошо. Вера и неверие, они находятся рядом. Петр вышел и пошел по воде. Но он усомнился, и он тут же начал тонуть. Вера и неверие, они как будто соседствуют. Как будто будет есть такая невидимая грань. Но Бог хочет, чтобы мы имели веру. И Петр говорит, принявшим равно с нами драгоценную веру. Равно драгоценную веру. Мне хочется сказать, что она одинаковая. То есть она ценная для тебя и для меня, для каждого человека. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Но как призывать в того, в кого не уверовали? Это невозможно. Как веровать в того, о ком не слышали? Как слышать без проповедующего? Как проповедовать, если не будут посланы? Всякий, кто призовет, спасется. Но как призывать без веры? Нужно, чтобы человек верил, что Бог есть, что Он воскрес из мертвых, и Он ищущим воздает. И поэтому вера, она настолько цена, и порой только вера. И больше ничего не может нам помочь. Ты остаешься наедине с верой, вера, и больше ничего у тебя нет. Может быть, у тебя нет денег, у тебя нет надежды, у тебя нет рядом близких друзей, у тебя нет ничего, кто бы мог бы сказать тебе в этот момент. Выход из ситуации. Но у тебя есть Бог, и у тебя есть вера. И когда это есть у тебя, у тебя есть всё. И поэтому, когда к Иисусу пришли люди в отчаянном ситуации, у них не было никакой надежды. То есть, ну, во-первых, просили исцелить дочь, девочку. Это Матфея. И Марка рассказывает нам, мы знаем эти истории, да? Когда к Иисусу пришли, и Аир, там, от начальника, что «Приди, моя дочь, чтобы она не умерла». Это была ситуация такая, критическая ситуация. Господь говорит им, что... Марка 5 глава, если мы откроем Марка 5, мы вернёмся потом в Петра. Марка 5 глава. Здесь... История начинается... 22 стиха. «И вот приходит один из начальников синагоги по имени Аир и, увидев его, падает к ногам его и усиленно просит и говорит, «Дочь моя, при смерти, приди и возложи на неё руки, чтобы она выздоровела и осталась жива». Это была правдивая ситуация. То есть, она при смерти, она вот едва, может быть, дышала, она буквально уходила, умирала, и он пришёл и пал к ногам его. Иисус пошёл за ним. И за ним следовало множество народа. Иисус ничего не сказал ему в тот момент, просто пошёл за ним. И была, казалось бы, надежда. Но в этот момент находится другая женщина, которая тяжело больна, которая 12 лет страдала, и она издержала всё своё имение и пришла в худшее состояние. И она, подошедшая сзади, коснулась Иисуса. И вся эта процессия остановилась. И Господь сказал, «Кто прикоснулся ко мне?» И он искал, чтобы видеть ту, кто сделала это. И она пала к ногам и призналась, что это я. Она рассказала свой диагноз. Она рассказала, но он сказал, «Дерзай». То есть, будь смелой, дочь. Вера твоя спасла тебя. Что спасло эту женщину? Только вера. Она не должна была прикасаться ни до кого, потому что, имея такую проблему, люди должны бы находиться. И написано в Библии так, что если у кого-то есть какие-то истечения из тела, человек должен быть вне стана. И поэтому она должна была как-то притаиться и быть где-то в стороне. Но она верила в прикосновение к Иисусу. И она верила, что она может коснуться Его. И вот она сказала, «Я себя только коснусь, я выздоровлю». И он сказал, «Дерзай, дочь. Вера твоя тебя спасла». И когда вот это произошло, в этот момент приходят посланные к Иаиру и говорят, «Не утруждай больше учителя. Твоя дочь умерла». «Не утруждай больше». И Иисус услышал эти слова, когда сказали, «Она умерла». Что еще утруждаешь учителя?» Иисус, услышав, сказал, «Не бойся, только веруй». Только веруй. Только это значит больше ничего. Вот только веруй. И поэтому я сказал, если у нас нет ничего, но есть вера, этого достаточно. Вера имеет такую ценность. Она равноценна. Вера тире равно праведность. Праведность без веры невозможно Богу угодить. Праведность от закона никак не срабатывает. Вот заставляй, приказывай себе, другим, она не сработает. Но через веру она срабатывает. И поэтому вера и праведность тождественно равна, но как бы вместе. Вера и любовь. Тесно связано написано. Вера действует любовью. Скажите «Аминь». Аллилуйя. И вот Бог хочет, чтобы мы имели, буквально жили верой каждый день. И Он помещает нас в такую среду, где нам нужна вера. И поэтому мы движемся по вере. Так же в сфере финансов. Если Бог побуждает что-то пожертвовать или отдать, мы движемся по вере. Невозможно просто идти. Потому что если мы по-человечески начнем считать, еще нужно за это заплатить, за это заплатить. Вот это нужно сделать. Еще прожить там до какого-то времени, до когда ты получишь зарплату, жалование или все. Но тут нужна только вера. И поэтому Бог движет. Такой импульс веры, такое движение. И ты делаешь этот шаг. И делаешь вопреки своим сомнениям. Вера — это серьезная вещь. И от веры будет зависеть, где мы будем потом находиться, насколько мы будем с Богом близки, насколько мы будем далеко уйдем вместе с Богом, я имею в виду, сделаем шаги. От веры будет зависеть, как много мы сделаем, сколько много мы совершим и так далее. Это делает вера. Она равнодрагоценна. Она равнодрагоценна. И Бог хочет вселить, и внушить, и вложить в свою веру, в твое и мое сердце, очень сильную веру. И Петр подчеркивает с первых стихов, я пишу, принявшим равно с нами драгоценную веру. И поэтому вера имеет драгоценность. Я хочу сказать нечто о драгоценности, друзья. Драгоценность — это что-то особенное. Драгоценность — это что-то действительно, что имеет ценный эквивалент. Это что-то особенное, может быть, уникальное или очень редкое. И Христос говорит притчу о том, как в 13 главе Матфея, как Царство Божие подобно человеку, ищущему жемчужину. И когда Он нашел драгоценную одну жемчужину, то есть она была особенная, она была уникальна, она была отдельно от всех, она была очень дорогая, и Он нашел ее, она была драгоценна. Тогда Он продал все, что Он умел, и купил ее. Драгоценность — это что-то, что для тебя... Ничего для этого не жалко. Ничего не жалко, если это драгоценная вещь. Ты готов за нее заплатить. И Библия говорит нам, а что является драгоценностью? Библия говорит, что вера является драгоценностью. Почему? Потому что мы спасаемся только через веру. Скажите «Слава Богу». Только благодаря вере. Аллилуйя. Мы благодатью спасены через веру. То есть если мы не применим веру, благодать останется невостребованной, благодать останется неиспользованной, благодать останется, ну, стоять в стороне от нас. Но вера, она притягивает ее к себе, что Бог меня простит, Он даст мне милость, Он примет меня, Он наполнит меня Духом Святым, Он сделает для меня. Поэтому вера становится драгоценной, потому что она спасительная вера, она спасающая. И благодать является спасающей. Поэтому вера приобретает ценный характер, такой характер для нас. Она является ключевым моментом. Именно вот да, есть благодать, есть Христос, есть Голгофа, все есть. Но если нет веры, Господь говорит, кто не будет веровать, Он осужден будет. Поэтому есть наиболее ценные вещи в нашей жизни. Я хочу сегодня сказать три драгоценности. И вот Библия говорит, Царство Божие, ну, пусть четыре будет, драгоценность. Это драгоценность. Все там есть. Там есть нечто, что без болезни, это жизнь вечная, где нет болезни, где нет слез, где не будет боли, где не будет страданий, где не будет смерти и так далее, где будет Господь, где будут ангелы, где будут плоды, которые двенадцать раз в год приносят урожай, деревья. Там будет много. И это все называется драгоценностью. Там ворота будут из жемчужин, они драгоценные, понимаете? Это ворота, потому что почему они будут такими драгоценными? Потому что Бог покажет, что как ценно, когда они открываются для тебя. Если ворота будут закрыты, тогда нам нет туда пути. И вот я к тому говорю, что когда вера является драгоценной, она является единственной спасающей. Она также драгоценна в плане исцеления вот здесь. И Иисус, мы знаем, Он пошел, и Он сказал, не бойся только веру. И Он пришел туда, где это была девочка, и Он ее оживил, воскресил из мертвых. Он сказал Отцу, не бойся только веру. Если бы отец не верил, Он сказал бы, оставайтесь здесь, все, мы будем делать похороны. Нет, мы никуда дальше не пойдем. Но отец пошел за ним, они пошли в дом. И Он взял отца и мать девицы, и троих учеников, остальных всех выслал вон, потому что они не верили, они смеялись. Да я не говорю, что ученики смеялись, но просто, когда Он сказал, она не умерла, она спит. То есть Он таким образом пытался их успокоить, но они не понимали. И тогда Он высылал всех вон, и Он сказал, девица, тебе говорю, встань. И вот эта сила через веру, власть, она высвободилась через Него, и Господь победил смерть, слава Богу. И Он позвал всех и сказал, дайте ей есть. Она села на постели. И такие чудеса мы видим в Библии опять и опять. Есть записанные, есть незаписанные. Есть воскрешение мертвых через апостолов, есть воскрешение через Иисуса, но есть и незаписанные, то есть чудеса. Просто Иоанн говорит, если написать все, что сделал Иисус, миру не вместить написанных книг. И вот вера, определяла все вера. Подумай сейчас, может быть, именно вера является тем решением, которое нужно тебе сейчас или в будущем. Может быть, именно ответ в вере, потому что Израиль искал в делах праведности, в законы не нашел, потому что не искал ни в вере написано. И вот вернусь в послание Петру, только теперь первое Петра послание. Дорогие мои, давайте еще немножко внимания. И я действительно обеспокоен вопросом веры. Я очень хочу. И именно мне нравится, когда вера движет мной, когда в моей жизни происходит. И меня печалит, если я где-то проявил сомнение. Я понимаю, Господь, Он хочет, чтобы я верил. И Он может укорить меня и тебя, как укорил Петра. Говорит, мол, наверное, зачем ты усомнился? Не бойся. Только верой, Он говорил. И вот в послании Петра первой главе написано, что первая Петра, первая глава сказана, что 6 стиха «Осем радуйтесь, поскорбев немного от различных искушений, если нужно, чтобы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытанного золота». Видите, здесь написано, какая драгоценная вера. Она драгоценнее золота. Золото нас не спасет, друзья. Оно не спасет нас, Царство Божие, а вера спасет. Скажите аминь. Вот. Вера драгоценнее золота. Мудрость. В Библии написано в притчах, что мудрость, она говорит, ничто из желаемого не сравнится с ней. Мудрость, она написана, дороже жемчуга, дороже драгоценных камней, потому что мудрый, благодаря мудрости, то есть слово от Бога, мудрости, мы примем правильное решение, мы спасемся, мы будем благословлены. Написано, лучше бедный, мудрый юноша, чем глупый царь, который не принимает советы, потому что юноша и из темницы выйдет на царство. То есть даже если он попал в тюрьму, вот как Иосиф, дальше попал в тяжелые обстоятельства, но у него есть мудрость, он выйдет на царство. Благословение Божие, мудрость, оно найдет тебя, оно всегда тебя благословит. Написано, лучше живому псу быть, чем мертвому льву, правда же, да? То есть лучше собака, пусть она живая, но она живая, чем лев, но он мертвый. Так и вера. Лучше живая вера, лучше, чем такое какое-то мертвое, не знаю, что-то такое нереальное, просто какое-то богатство или что-нибудь человеческое, потому что оно не спасет. Написано, богатство не спасет в день гнева и так далее. И вот я хочу подчеркнуть, драгоценность веры, она драгоценнее гибнущего, хотя и испытываемого, огнем испытываемого золота, похвалея, чести и славе и веления Иисуса Христа. То есть наша вера, она тоже поддается, оно плавится, знаете, его нужно расплавить. Вот сын сейчас, он мечтает научиться, как расплавлять воск. Вот старые ульи, старые соты, их можно расплавить, и нужен специальный пресс, и тогда образуются килограммы, например, воска. И он может сдать эти килограммы воска и получить вощину в ответ. Ну, в меньшем количестве, но вощина, она стоит деньги. То есть довольно, ну, недешево. Но вот нужно расплавить воск, чтобы он приобрел ценность. Он расплавляется и образуется такой воск. И меня спрашивает один пасечник, скажите, а у вас в церкви не нужна воск, вам не нужен? Я говорю, нет, нам не нужен воск. Ну, у нас нет свечей таких вот. Надо узнать у православных, говорю, если нужен, он ищет. Но что-то плавится. Но воск — это что-то такое слабое. А золото, оно требует сильного плавления. И вот твоя вера подвергается, вот как вот этого отца, она подвергается такому испытанию. И нужно выдержать. Нужно верить Богу. И вера всё определяет. И поэтому он говорит, что эта вера драгоценна. Хорошо, сегодня я не буду говорить много, но только чуть-чуть. Есть ещё нечто драгоценное, кроме веры. Написано, вы куплены дорогой ценой. И написано, не серебром, а золотом. Вот как я выше говорил, они нам не помогут. Но драгоценную кровь у Христа, как непорочного чистого Агнца. Пётр об этом говорит. И он говорит, что кровь является драгоценной. И есть такая старая песня, что вину мне может смыть? О, ничто! Лишь кровь Иисуса. Грех очистить, убелить. Ничто. Лишь кровь Иисуса. И вот эта вера, драгоценная вера в драгоценную кровь, она имеет ценность перед Богом. Понимаете? Это Сын Божий. Это цена Его жизни. Это цена Его смерти. Кровь — это знак Его страданий. Кровь — это знак Его цены. Его полностью отданной в муках жизни за нас. Поэтому Его кровь стала драгоценной в глазах Бога. И она становится драгоценной в наших глазах. Поэтому мы принимаем вечерю как драгоценность. Мы принимаем причастие не как что-то легкомысленное, а принимаем как ценность. Это символ, знак крови, который омыл у нас от всех грехов, и теперь мы не погибнем в аде, в аду. Поэтому кровь является драгоценной. Что еще является драгоценной? Драгоценной является сам Иисус. И Петр говорит во 2 главе 1 Петра. Я не сказал о крови, где написано. Написано 1 Петра 1,19. Но драгоценную кровью искуплены. 1 Петра 2 глава 4 стиха. «Приступая к Нему, то есть приходя к Нему камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благодаря Богу Иисусом Христом. Ибо сказано в Писании, вот, я полагаю, в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный. Верующий в Него не постыдится». Вот этот камень Иисус, камень, который Христос, это драгоценнейший камень, вот это сокровище там нельзя терять. Теряя средства, финансы, мы немногое теряем, друзья. Если мы потеряем этот драгоценный камень, основание нашей жизни, человек теряет всё, настоящее и будущее, и вечное. Поэтому держись Иисуса, пусть он и написан дальше, «Он для вас верующих драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла». И нет ни в ком ином спасения в другом месте сказано. Здесь сказано, «Камень притыкания и соблазна, о который они притыкаются, не покоряя Слово». И вот Бог открылся нам как драгоценность. Его кровь драгоценна, и вера драгоценна. И ещё немножко, четвёртое я сказал о драгоценном. Это будет не одно, а в одном много, о чём мы потом с вами отдельно можем говорить. 2 Петра сказано, что вам дарованы великие и драгоценные обетования. 2 Петра 1.6. Драгоценные обещания. Вы понимаете, обещание человека очень дорого тебе. У Авраама было обещание, что я благословлю всю землю через тебя. Это обещание, оно драгоценное. И он держался за это обещание. И он знал, что верен обещавший. Верен обещавший. И поэтому вот это обещание, драгоценные, великие, и драгоценные. Вот эти обещания все в одном. Драгоценности. Вот это уже каждый из нас может в Библии находить. То есть удаляясь от греховного мира, через славу и благость мы становимся причастниками божественной натуры, божественного характера, божественного естества. Поэтому обещания Бога также драгоценны. Поэтому когда мы читаем в Ветхом Завете, в Новом Завете, Господь говорит что-то. «Я возлюбил тебя», он говорит, «Я в Любови вечной возлюбил тебя». Это драгоценное обещание. Ты знаешь, что Бог любит тебя и сегодня, и завтра. Когда ты проснулся завтра, и ты не очень хорошо себя чувствуешь, может быть, или у тебя проблемы какие-то, то ты берешь обещание и говоришь, «Господь, я благодарю тебя, что ты меня любишь всегда. И это для тебя драгоценно». Поэтому вера драгоценна, обещания Божьи драгоценны. Иисус драгоценен, камень драгоценный, Христос. Он для нас драгоценный, и кровь Его драгоценна. Все, что у Бога имеет огромную ценность. Вот почему мы здесь сегодня. Мы любим сюда приходить, мы любим верить в Бога. И поэтому я благодарю Бога, что у нас с вами есть вера. Может быть, не то сейчас материальное, что ты и я, мы, может быть, все ожидаем, надеемся, но есть нечто большее, что приносит благословение также в материальную сферу и во все сферы во имя Иисуса. Слава Богу. Аминь. Спасибо за внимание. Я воздаю Богу хвалу. Слава Богу. Слава Богу.